В Шемкенте объявили штормовое предупреждение. Сильная жара. Столбики термометра поднимаются выше 45 градусов. Горожане спасаются от зноя как могут. В офисах на полную мощность работают кондиционеры, а вот в некоторых автомобилях они даже ломаются. Анастасия Новикова расскажет подробнее. Всего 10 минут на солнце и лоб покрывается каплями пота, а голова начинает болеть. Поэтому горожане стараются не выходить на улицу, чтобы не заработать солнечный удар. Вот уже несколько дней у нас плюс 45 градусов. В офисах и домах горожан на полную мощность работают кондиционеры. Установщики охладительных приборов говорят, очередь из клиентов выстраивается на неделю вперед. В день бывают по три вызова. И это несмотря на то, что с прошлого года кондиционеры подорожали на 15-20%. Средний чек на кондиционер начинается от 160 тысяч тенге. Дешевле специалисты покупать не советуют. Говорят, такая техника шемкентскую жару не выдерживает. Есть кондиционеры, которые максимально бюджетные. Они не выдерживают такой нагрузки, такого солнца не выдерживают. До 40 градусов они работают. Выше 40 градусов уже не справляются. В местах, где устанавливают автокондиционеры, больших очередей нет. Чаще приезжают заменить фреон. Но и за ремонтом, когда от жары установка не выдерживает. К нам приезжали автомобили из автосалона, в которых температура нагрева очень хорошенько. В нашем Туркестанском области, в городе Шемкент, на 46 градусной жаре, просто отказывали кондиционеры. Новые автомобили. От зноя горожане спасаются, передвигаясь по тени. Ну а те, у кого выхода нет, стараются ходить под зонтами или использовать смоченные водой платки. Большим спросом в эти дни пользуются мороженое и прохладительные напитки. В последние дни много людей. На улице жарко. Вот все идут за холодным мороженым. В Шемкенте объявили штормовое предупреждение. Сильную жару также прогнозируют в Казалардинской, Кустанайской, Мангыставской, Туркестанской, Акцюбинской и Алматинской областях. Врачи рекомендуют не выходить на улицу в сильную жару без особой надобности. Особенно это опасно для людей с хроническими заболеваниями.